Мертвые голосуют в будущем. Схема, которую попытались провернуть в Дзержинске, переплюнула все вскрытые ранее аферы домоправляющих компаний. О подделках дуками подписей жителей и возбуждении потом уголовных дел мы рассказывали уже не раз. Но в домах, относящихся к домоправляющей компании Дзержинская управляющая компания Дук-Дук, зашли дальше. Там провели голосование, согласно которому жители передают право этому Дук-Дуку повышать тарифы без согласования с жителями. Все проголосовали вроде бы за, но старшая по дому решила бюллетени перепроверить. И оказалось, что они поддельные. Геранин Виктор Николаевич поставил подпись. Человек умер пять лет назад. Расписался 27 мая 2021 года. Ну как бы его, но не совсем его. Они просто расписались, как бы, я не знаю даже, что это сказать. У меня в руках решение от управляющей компании, где расписался мой брат. На самом деле, лет 30 уже не живет здесь. Стоит дата. 28 августа проголосовал лебедь в мире, который здесь не проживает. То есть он из будущего прилетел, проголосовал. И здесь много таких дат. Вот еще, 27 августа. Прям даже полистаем, посмотрим. Опять 27 августа. То есть какая-то загадочная дата 27 августа. Все подписи идентичные. Написаны, практически все написано одной рукой. Видите? Один наклон, один точер. Они, может быть, посчитали, что я не буду копаться, разбираться. Увижу решение и тут же распишусь. А я решила пройти по квартирам и удостовериться в том, что действительно ли наши жильцы подписывали. Практически во всех квартирах фальсификат, поделка подписей. Вот такая здесь стоит подпись. А настоящая подпись моя вот такая. Я расписываюсь так. Так я просто написана фамилия и все. Это не наши подписи. Это преступление. Так не должно быть. Человека нет, а люди за него расписались. Как так? Они также могут любую бумажку сделать, подделать, отчитаться по ней. А деньги будут в кармане лежать. Хотелось бы управляющей компании задать вопрос, какое право ли нет подделывать подписи жильцов, особенно умерших, которых уже нет по несколько лет живых. Этот вопрос мы попытались задать дом управляющей компании Дук-Дуку. Но на него ответа не получили. Там заявили, что ни о голосовании, ни о подделке подписей ничего не знают. А как наши сотрудники могли подделать подписи жильцов? На чем? На бюллетенях голосования. Какого? Ну вот, которое проводилось у вас голосование по поводу... Управляющие компании не проводят голосование. А кто проводит? Собственники. Как это собственники проводят? Так-то. Ходили ваши специалисты. Бюллетени принесли ваши специалисты. А с чего взяли, что там подделили? Подписи их подделили наши специалисты. Ну бюллетени-то откуда взялись? Которые передали старшие по дому ваши специалисты. То есть вы думаете, что эти подделали только сотрудники нашей компании? Или кто-то может другое подделить? Я не думаю ничего. Я думаю, что этим делом должны заниматься полиция, если там подделаны какие-то... Да, подождите, у меня нет... Еще от 28 августа этого года стоят даты вообще проведения голосования. У меня... Вот мы, как управляющие компании, не проводили там никаких собраний, голосований, ничего не инициировали. Ну а кто же тогда? Ну вообще, такой вопрос идет по инициативе собственников, собственники правовой голосования. Мне надо разбираться. Я пока вот, ну, не понимаю, о чем мы говорим. Мы понимаем, что мы не можем заниматься такими делами. Это уголовные указанные дела. Кстати, в Нижнем Новгороде пять домоправляющих компаний были уличены в подделке подписей своих жителей при голосовании. Однако конкретных виновных либо не было обнаружено, так и не установили, кто именно подделал подписи, поэтому уголовные дела были закрыты. Либо же в судах выносились обвинительные приговоры, но выносились только условные сроки. Спасибо. Спасибо. Спасибо.